Акции таких нарушений кристаллов – это изучать размеры той области, в которой у нас имеется отклонение от правильной кристаллической укладки атома. Таким образом, стандартно выделяют почечные дефекты, хорошо известные в акции неждоузли, атомные замещения, одномерные дефекты этого дезаврации и дисклинации тоже сносится к одномерным дефектам. Двухмерные дефекты и поверхностные. Простейший пример – свободная поверхность кристалла, это называется он дефектом, и многие явления связаны и непосредственно, чем свободная поверхность. Другие примеры – это границы зерен, поле кристалла, грещен, ну и хорошо известные двухмерные дефекты – это отключение, другая куаза, ну и сбоку. Здесь, пока, хорошо известный пример, я думаю, большинство в этой аудитории – это краевая дислокация простой кристаллической решетки. Ну и оказалось, что дислокации, да, вообще говоря, большой рот в описании соответственно физические урегии. В частности, наличие дислокации и возможности перемещения по кристаллу является физическим механизмом пластической деформации. Это было обнаружено в 30-х годах прошлого века. Ну и вот здесь дано простейшее пояснение, как движение дислокации по кристаллу обеспечивает два формы сметания. И это движение хорошо соответствует модели перемещения вот гусеницы, когда нам нужно длинную гусеницу на какое-то расстояние, на небольшое. И это осуществляется с помощью пробегания вот такой волны в другую гусеницу. То же самое. Гислокат идет по кристаллу, пересекает все его поперечное размер, поперечный размер, но смещение осуждается только на одной межатонной расстоянии. Ну, можно показать вот картинку, там нажать на кнопку. Это вот электронно-микроскопическое кино, которое показывает процессы перемещения в дислокации. Работает дислокационный источник, который выбрасывает эти дислокации. За счет дислокационного контраста мы видим линию дислокации, и она бежит в довольно большую скорость по кристаллу. Спасибо. Теперь я перехожу к другому типу дефекта. Ну, в настоящий момент можно сказать, что дислокации достаточно хорошо сведут и в приложениях, и в пластичности, и в других приложениях. То есть, опазывается, что дислокации являются центрами и рассеянием для носителей заряда, с центрами рассеяния для платонов, и на магнитные тоже процессы влияют. В частности, они, что мы уже упоминались, здесь перемещение доменных стенок с дислокацией, например, могут закреплять эти самые длинные стенки. Теперь все-таки о предмете сегодняшней лекции дисклинации. Элементарное определение, что же такое дисклинация. И как раз мы сравним их с теми самыми дислокациями. Процесс образования дислокации может быть представлен следующим образом. Пусть у нас имеется тело, ну, например, на сфероид, то есть сплошная шарка. Мы делаем разрез в этом самом шаре по плоскости, которая проходит через диагноз шара. После этого растекаем, мысль наберегая этого разреза и вставляем туда полоску материала, как показано здесь. Эта процедура полностью аналогична тому, что было показано в христаллической шарке для дислокации. Край оборудованной полу-плоскости или же край обстанной, как в этой самой полоске, является дислокацией. Вместо такой процедуры можно не смещать берега разреза на постоянную лучину, реже, как мы потом увидим, на весах, а разворачивать берега разреза. То есть мы делаем такой же разрез, а потом берега разреза, друг оттуда поворачиваем, возникает длинновидная область. В эту длинновидную область мы вставляем лишний материал в виде тоже клина. Вот здесь вот показано сечение, а тут показано трех методов. Вот такой процесс приводит к образованию сингулярности, как мы потом увидим, в полях смещения, в полях деформации, в полях напряжения. И как раз соответствует дисклинации. Ну, уже заранее чувствуется, что слово клина здесь присутствует, вот здесь клина. Опять-таки, если у нас материал образовательного обладания структуры, то есть кристаллический, то мы должны эту структуру каким-то образом учить. И вот материал из кристаллической структуры, если у нас это выглядит, это может быть так. Дислокация характеризуется величиной вот этого самого смещения, которое является модулем некого вектора, называемым объектом тюкрусом. Дисклинация характеризуется углом электроны, который вот здесь в данном случае имеет достаточно большую величину в 60 градусах. Когда мы рассматриваем дисклинации кристаллической решеткой, мы можем говорить о так называемых полных или совершенных дисклинаций и о частичных дисклинациях. Для полных дисклинаций вот этот угол клина, он соответствует квартационной симметрии или поворотной симметрии, имеющейся кристаллической трубки. Например, для квадратной решетки это 90 градусов. Этот клин может быть либо вставлен в такой случае, либо изъят в кристаллической желудке. Если же у нас имеется эпицидональная симметрия, то есть симметрия шестого порядка, то в этом случае дисклинация будет больше 60 градусов, различаются положительные дисклинации, когда они им взаимаются, или же отрицательные, когда им вставляются. Почему они называются положительными отрицательными, которые, по которым я тоже могу объяснить. Интересно, что введение дисклинации кристаллического режима локально изменяется. То есть здесь была симметрия 4-го порядка, стала 3-го порядка, была симметрия 5-го порядка. Здесь была симметрия 6-го порядка, стала симметрия 5-го порядка, а симметрия 7-го порядка. Но это очень интересный эффект, который тоже потом можно сгадаться на различных свойствах. Кроме того, могут быть так называемые частичные диспинации. Пример такой диспинации показан здесь, когда вот этот пункт управления соответствует поворотной симметрии в статистическом режиме. Он может быть происходим. Тогда с такой диспинацией связан дефект, поверхностный дефект или же граница разориентации. Но поскольку в поликристалле имеется множество таких границ, то можно ожидать, что места обрыва границ или места скрипта границ сидят эти самые диспинации. Что так и естественно как-то видеть. Немножко о истории. На самом деле диспинации вместе с дисплокациями были введены задолго их использования в статистическом пластичности. И намного раньше, чем были они с временем, наверное, обнаружены дисплокации и дисплокации. В 1907 году опубликовал довольно-таки сумму, в которой он изучил особенности поведения много связанных тел. То есть сплошное тело, в котором действует, собственно канал, или в данном случае цилиндр, подвергается вот той самой процедуре, которая была написана в данном рассмотрении дисплокации и дисплокации. Делается разрез. Перехар отрезы вмещаются либо параллельно оси к клиндра, либо перпендикулярно. Так возникает винтовая дисплокация и троевая дисплокация. Либо же мы разворачиваем перед разрезом, либо мы делаем поворотом вдоль оси, вокруг оси, перпендикулярно. То есть так возникает и новая дисплокация, и на среде сниплокации причин. Такой вид Вольтера он рассмотрел свойства, какие состояния деформируют твердого тела. Более того, в этой работе, правда, теоретических изысканий, он сделал модель из каучука. То есть сам взял, разрезал ножницами, склеил, ввел клинд и посмотрел, что происходит с таким цилиндром. В частности, вот эти рисунки прямо взяты из этой статьи 3.8. Так же, как и фотографии. Но в частности, эффект довольно-таки интересно наблюдается. Если у нас цилиндр конечной высоты, то в этих местах происходит допучивание материала. И это выпучивание может быть рассчитано, исходя из буковых свойств, материала, с которым мы приготовили публику. Ну и интересно, что Вольтера сам на себе считал вот это свое анализ и изобретение одним из самых главных достижений своей научин-корейки. Вот, например, его работы по игральному выравнению, что хорошо известно. Его работы по модели разработки, то есть, что, как модель физических жертвы, референциальных выравнений, он, мы их все знаем, используем, но вот эти работы он оценивал сам для себя, как горе интересное дело. Другой исторический хвал, хочу тоже отметить, это дефекты в жидких присталках. Это связано с именем Франка. Он потом получил звание Цера за свои вообще исследования. Церч-Чарльс. Но он, известно, также работал и в других областях. В частности, модели роста вообще кристалла, франк-обряда. Но одновременно он имеет большой вклад в понимание неоднородных или сингулярных состояний в жидких присталках. Они здесь нарисованы, однородных состояний. Жидких присталок, когда в данном случае кондематик, состоящий из двух молекул, когда все эти молекулы ориентированы вдоль одного справления. И неоднородное состояние. Некоторые из них обладают симулярным распределением молекул. И вот эти симуляры распределения молекул, Франк или Фрэн, как его правильно называют, он называл тис-инклинациями. То есть отрывы в наклоне молекул. После этого название было запрещено до тис-клинации. Ну и вот тут уже очевидна связь с магнитными явлениями. То есть вместо вот этих самых просто директоров мы можем использовать локальные магничества и также в этих самых магнитных распределениях находить точки сингулярности расположения в спинках. Ну и тут показано, чему равны эти самые мощности и тис-инклинации. На этом началось сказать позже. Ну теперь примеры, все-таки. К примерах мы можем говорить, что физических объектов и тис-инклинации. Ну самый какой сейчас уже хороший пример, это, конечно, графин. Почему графин? Потому что графин, он, как известно, если он идеальный, характеризуется так называемыми, ну не так называемыми, просто с шестизвенными углеродными польсами. Если же у нас наблюдается в данной шестизвенном полецкое польси с другим числом тис-инклинацией, на минимуме битис-инклинацией или семиц-инклинацией, то они чисто по определению являются ядром тис-инклинации. Ну, с одной стороны, может быть использовано слово тис-инклинация здесь не сильно помогает, но оказывается, что если мы умеем рассчитывать свойства тис-инклинации в различных телах, то мы можем автоматически перенести и перебываться этим расчетом на графин. То будет пацаном даже не пережить. Интересным примером является вот так называемый еще псевдографин, в которых эти самые дефектные кольца уже располагаются периодическим способом. То есть у нас имеются не локальные нарушения каким-то образом, хаотические расположения, а строго упорядоченные системы. Например, в этом случае у нас имеются восемизвенные и пятизвенные кольца строго периодически расположены. Такая периодичность, естественно, обменяет элементарную черепу изменения элементарной ячейки сказывается потом, ее симметрия даже сказывается потом на всех созданиях, какие мы хотим использовать. Идем дальше. Вообще, если эти самые поверхственные кристаллы мы не закрепляем на какой-то поверхности, а разрешаем выходить в третье измерение, то у нас получаются корабли по поверхности. Ну и вот в случае положительной деслинации мы имеем какую-то ту самую вьетнамскую шапку. А это вот цикловинное образование, когда мы туда вставляем личные материалы, то есть на мой поверхность. Вот эти модели легко самому взять и склеить. Эта бумага, чем я, как бы, два группа, аспирантом, такой занимался. Некоторые модели я занимался даже с собой, так вот я уже дизайн, в 1986-1985 году, и вот находясь в нашем техническом отделе на 6 этаже, вот, в технической улице. Я помню, вот, в эти две две четыре зашел, он застал меня за этим процессом, он даже спросил, что это происходит. Ну, он, правда, пришел за это самое, это сигаретное. Ну, поинтересовался. Вот. Дальше. Ну, здесь показано, что на самом деле, в зависимости от угла, который мы сюда вот уходим, изымаем из поверхности, мы можем сосчитать угол конуса, у нас получилось. И такие конические графиновые объекты наблюдались, вообще говоря, даже в 1997 году, еще до открытия графина. Это вот опубликовано там, что уже меньше. Ну, вот, то есть, что время за какие-то иконусы не дать. Это получилось. Ну, и вот другие объекты поверхности здесь будут показаны. Другой объект, это вот маленькие частницы, о них, если будет время, я тоже расскажу. оказывается, что бокус немалых размеров, частички, приобретают и характерно для кристаллов симметрии, то есть, обладают осями сетям и пятого порядка. Ну, мы видим, что объекты в этом сетям и пятого порядка, потому что декабрь. Как такое получилось в обычной кристалле, а это с гацитарной структурой, это зон, или же нано-провода, можно сказать, тоже с птиугольных сечек. Это все реализуется в области малого размера. Интересный объект, это вот, например, нано-частицы, которые имеют хитро или большую часть элемений и серебряную молочку. Правда, это не берутся. Ну, или вообще экзотический объект, тоже, который получается из вот таких вот пентагональных эссеидрических частиц, после нагрева он покрывается такими вот волосами и сломит. Это была на самом деле бедная частица вот такая вот гранадная, которую нагрели, и она вот штаба попрыгивает волосами. Хорошо, зачем это происходит? Я же, что-то же сказал. Другой хороший пример это образование как раз-сетамины, структур в куфте-керозе. То есть, как пример, это ферроэлектрические секретарды, но обладающие еще сегменты против свойств. То есть, при превращении, фазовом превращении, здесь у нас еще изменяется естественным образом эминогарная чейка, то есть, это титатат свинца, на подушку СТО с промцелью, в данном случае. Вот. Возникает из-за условия сопряжения характерный домен и спрашивается, почему у нас имеется такая характерная периодичность в этом домене структуры. Оказывается, что это пословно тем, что происходит на границе раздела. Это поперечное сечение, а это сверху доменной структуры, в данном случае тоже обладает определенной иерархией, то есть, имеется комент сопряженный периодичный, потом имеются большие области, которые сопряжены друг другом, спрашивается, почему так происходит, это называется, истинанский сыграет роль. А это вот уже другой. Масштаб микроны это решетка витрия-аврикоса, то есть, я помню, второго рода, которые обладают, одно гладкость тоже демонстрировали, что вы загадали вкладку или треугольную решетку, но у них имеются тем самым дефектом. Вот, место с петерной семью. То есть, прямое наблюдение, наблюдение полное совершенно дискомат. Ну и, наконец, это уже дефекты следующего масштабного уровня в дисокционной структуры. Отдельно в этой черной линии, это как раз отдельные дислогации, которые тоже группируются и не желают равномерно размазываются по объему материала. То есть, они возникли, они виклилируют структуру следующего уровня с характерным масштабом далей микрона, в которых явно видна разориентация. Ну и, просто, те самые огромные границы разориентации, они другим образом скранированы, на которых я говорил, как у частичных дисканаций. Ну и, вот, примеры как раз на университете нации, как называют армейских материалов, это вот именно та самая картина скинацем житих кристаллов, вот, точки, в которой они сидят, в характерной линии, там само название элитматика произошло с наличием устроено так, что крупные белковые молекулы укладываются в решетки, а в этих решетках имеются эффектные места, вот они здесь тоже, потому что эта схема изображена. Ну и тоже возникает вопрос, в какую волю в них играют эти самые мембраны биологические важные метрики. Ну и теперь я перенесу на кислородах дисканации и метричества. Ну, как я уже сказал, важнейшими характеристиками дисканации дисканацией являются два вектора. Вектор Бюнкерсон, который дает нам трансляционное смещение. Это наш трубик, настоящий вектор, и акциональный вектор омега. То есть, видите, как веклодинамики одна часть у нас нормальный вектор, трубая вся. Параллельный транспорт, то есть, если мы делаем анкотку замкнутую контуру в материале с дислокацией, мы получаем невязку. Вот, если мы делаем обход по замкнутому контуру в стадии в дисканации, мы получаем невязку в повороте в мега. Это тоже может служить способом определения дислокации и дисканации. Включается локальная дисканация, то есть, градиент в креветном размещении, либо локальная кривизна, где вектор повороте. По замкнутому контуру по ноль, либо не может. Если это не может, то можно использовать дисканация. Если это не может, то как вы дисканация? Другие инфекторы? Хорошо. Это изучение. А, да, конечно. Это танцов второго варианта. Тензор кругиста, постоянно четвертого варианта. смотрите, вот отличие дисканации так называемых обычных, жидких и пластических приставов. Исследуется и предлагается две степени свободы. Вот у нас имеется решетка. У зла этой решетки сидят у нас директор и лиски. лиски. А мы можем упоряточить еще и направление. И в соответствии с этим возникнет не нарушить. Вот это... Вот такой интересный объект, видите, что можно скрутить вот таким образом, что у нас возникнет дезинфинация мощности. Ну и так вот на это глядя и одновременно мы видим, что это очень похоже еще на летний геометрию. Вот. И сразу же возникают различные ассоциации, что вот возможно нам дефекциональная геометрия поможет. Тут против него поможет не только геометрия, а еще и топология. То есть наука, например, это преобразование. В частности, вот я вот зарекомендую замечательный отзор Мерлина 79-го года подопологический трогий дефект. Когда мы исследуем отображение контура, ну там контура разной размерности, например, контура обычного кругового из нашего реального пространства, так называемого пространства параметра порядка. Пространство параметра порядка, оно для разных объектов может быть разным. Например, здесь показано пространство параметра порядка а можно отобразить вот так вот. И тогда мы в контуре, который остается на этом самому пространство параметра порядка. Это как раз показывает антокологически устойчивый дефект, инститрацию ферромагнетики. Можно, чтобы контур бегал два раза. И оказывается, что для этого существует, что разработанный подход к топологии теории гомотопических групп, то можно сочетать гомотопическую группу. Внизу нам 2, 1, 1, 1. Да, да. Это да. Ну просто, что это получается группы все очень. А там получается самые разные группы. Ну, это я привел просто для того, чтобы показать свой статент. Теперь я перехожу на более такой нудной части, когда мы начинаем рассматривать другие характеристики этих дефектов. Потому что дефектов – революционное порушение. Он еще и создает вокруг себя углубое поле. Именно углубое поле во многих случаях оказывается очень важным в его наличии и запасенность с ним внутренняя энергия. Так вот, оказывается, что для этого нужно и можно разработать и не общий подход. Зная свойства дефектов, мы можем рассчитать эти другие поля. Говорится следующее, что дефект задается вот этим самым перемещением и поворотом, которое мы вписываем в этот самый денсер из Торсии. А сам дефект описывается локализацией. То есть, на чем он локализован из точки, на поверхности, на линии или в объекте. С помощью, значит, аппарата обобщенный путь. Ну и оказывается, что мы с успехом описываем и точечные дефекты, и плоские дефекты, и метривые, и вот эти самые дефекты Вольтера. Например, для них вот эта самая дисторсия будет записана в таком виде, что это некая часть трансформационная и дефектнофункция следовательной поверхности. Так вот, если после этого мы нашли такое описание, то дальше оказывается, что упругие поля будут распределены, то есть это деление, заданное из Торсии или ее симметричной части тензорной деформации, могут быть найдены чисто формально, если известно так называемый тензоргрин. Тензоргрин – это реакция с предоточенным ощущением в какой-то точке пространства, когда сил привозят в другом месте. Если этот тензоргрин известен, а он известен, например, для изотопа в среде в террористическом виде, то мы все коммунически интегрировали. Для анизотропной среды в тензоргрин определяется только в частных случаях, тем более для ограниченных тел он может быть интегрирован. Кроме того, если известно вот эта дисторсия и напряжение рассчитанное отсюда, то мы можем найти энергию, связанную с таким вот тензоргрином. То же самое можно сделать и для двумерного случая. Весь фунт тензоргрин становится другой. Ну и после получить поля напряжений, деформации, связанных, например, с фрегринами дистиннатором. Они здесь выписаны. Я не буду… Реформация определяется. Реформация определяется. Система дистиннации… Нет, смотрите. Она еще… Функция грин – это уравнование. Нет, нет. Функция грина здесь написана для уравнения теориум грубости. Толструблесная? Нет. А про теорию грубости – это не уравнение в оклассе. Это уравнение ломальное. Оно более сложное. Вот. В частном случае оно вырождается в уравнении в оклассе, когда мы делаем определенное предположение о сметрии нашего поля. Это просто. Да, это просто. Тогда просто. Это действительно там. У нас сферическая и сферичная. Это… Да, 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 да. Вот сейчас мы можем записать. Там стоят фокусиан плюс еще дополнительные сфопроизводные. Это так называемое уравнение теориум грубости. Они, вообще говоря, на уравнение матфизм не относятся. И изучают от тем, поскольку они сложные. Вот. Но в частном случае это вырождается. Реформация записывается в виде… Предиента вектора увеличения… Представили, я деформацией называю смещение атома относительно биологического узла. Да. А здесь от чего надо отсчитывать? От исходного состояния. То это умозрительное? Да, исходное состояние умозрительное. Считается состояние с нелевой энергией. А после этого мы за счет деформации меняем геометрию. Первое. А второе – вопрос, связан ли это геометрия с геометрией. Это определяется уравнением состояния. Если уравнение состояния простое, то это одно и то. А дальше, если оно становится более сложным, то это там всю жизнь решает. Я не знаю почему. Я не знаю почему. Ведь уравнение. Вот. А сама по себе деформация, она определяется с помощью производных поля перемещения. Вот. Поэтому, если у нас будет ощущение постоянное, то все тело ощущается как целое. А при романах – это одно и то. Если тело поворачивается как целое, то тоже роман все равно будет. Это как раз учитывается в структуре как раз вот этих самых производных. Так оказывается, что сам по себе эта тендера деформация является квадратичным. По этому самому члену. Квадратик происходит. Вот. Причем как точное выражение. Не приближенное. А вот дальше связь этого тендера деформации с напряжений, она может включать в себя любую степень деформации. То есть и первую, и вторую делить. А может даже интеграция. Потому что они не маленькие. Да, они не маленькие. Вот. Если они маленькие, то тогда эти члены отбрасываются, и они переходят к киеве маловой деформации. И в частичный вариант. Это таком углу. Все решения записаны здесь. Ну, я хочу, не останавливаясь на деталях, скажу, что можно для десклинации это решить. И вот эти решения были получены как раз в Альтерне. Ну, еще тут тоже добавлю интересную вещь. Кто там автомобилист или не автомобилист знает, что такое шайба Гробера. Представляете? Это шайба Гробера, и он в самом деле не давай исламываться. Вот. Ну, она известна. Идем в Грузии за анализ. Вот. Расчеты этой шайбы Гробера были выполнены определением круглостояния 1880-х годов. Вот. Правда, это теория малой деформации. Ну, вот здесь показано распределением самых различных решений. Ну, например, мы отличились, что для смещенной дисклинации относительно экзем-бразилистов нашли решение о том, что он 1880-х годов. Ну, просто с этим не нужно было, потому что механики прошли уже раньше. И позадачивались. Ну, и вот здесь вот важный слой. Это как себя ведут напряжения механически на больших расстояниях от дисклинации. Так вот. Для дисклинации они спадают на эти дисклинации. Пропорциональное увеличение электроэнергии в качестве характеристики среди энергии. Для дисклинации они пропорционально безразмерно могут, растут, нарастают по мере удаления с дисклинации. Соответственно, это выражается на энергии. Это все для цилиндров. А для дисклинации квадратичная зависимость от мера цилиндров. То вообще, говоря, приводит к кому-то. Эта энергия, если мы начнем туда представлять стоящее это самое значение, становится астрономическим. И никакой объект этого не выдерживает. Вот. И поэтому, собственно говоря, дисклинации реализуются только данной микроэнергии. Съемка. Извините. У нас осталось 10 минут. Сейчас вопрос. Я как-то сейчас просто перейду к примерам. Буду вдаваться в детали. Ну, так. Напоминал сегодня утром, что должны быть большие формулы. Ну, вот вам большие формулы. Это как раз решение для дисклинации в сфере. Здесь предложение индустрии средств приема. Это, главное, жанр. Частéquся с кными распространяющими стириками. Так что, ничего страшного. Да, в первом применении дисконференцируется здесь Есть перечислен список проблем, которые вообще в рамках этого подхода могут быть рассмотрены. Ну и вот те 2 примера, которые я сегодня хочу. Я не буду это перечислять. Результаты в маленьких частицах. Как удачи там возникают. Снова эти самые примеры. Тут уже многочисленные примеры. И главное, что исследование показывает, что в области малых размеров материалов, ДЦК с культурой, все желают быть эпизоэнергическими частицами, либо декалендрическими. Обычная картинарическая форма пока это не на предпоследствии. Спрашивайте, почему? Да очень просто. Потому что материал желает за счет хорошей поверхностной энергии, а именно наличие поверхностей типа 1,1,1, низкой поверхностной энергии, скомпенсировать наличие каких-то поверхностей за счет внутренней связанности с дистринацией. И вот эти самые примеры, которые я с тобой вводю. Действительно, обычно кетраэдрическое упаковка 3,4 атома наиболее плотно упакуются в тетраэдреры. Если мы хотим тетраэдрами запомнить, что у нас требует предпоследствия, то это невозможно. Почему? Потому что плотно недеформированный тетраэдрер не упаковывает. Вот она, там еще. 7 градусов, 20 минут, которые мы потом замыкаем в трубе напряжениях, реформациями, где которые будут плотно ниже. А поверхностей все одинаковые. Такая же вот эксоэдрическая частота, скажите, какая ущель. Я думаю, это склеено плохо. Это склеено все забывалые точности. Это не один день потрачено, чтобы такую вещь склеить. Вот дальше, используя те формулы теории дисклинации, мы в оболочке находим энергию в такой штуке, смотрим, где у нас сжатие, где напряжение. И когда мы, например, вот такой объект покрываем оболочкой другого материала, то оказывается, что у нас возникает выигрыш в энергии. То есть выгодно имирантам большего размера расположить на поверхности вот такого цилиндра дисклинанции. Или же, если у нас эксоэдрическая частица, то атома выгодно расположить тоже имирантам серебра на поверхности бедной частицы дисклинанции. Причем этот процесс происходит самопроизвольно, спонтанно. То есть атомом с большего размера идут на поверхности. Там все... И поэтому при производстве таких частин, когда это делается глименским путем, можно получать дешевые катализаторы серебряные, особенно большие гуси. И последнее, я кратко буквально остановлюсь, а вот каракин и севдография. Вот здесь показана та самая процедура в створении гиатриотина, образование четыртизвенного кольца и семиска. Что соответствует 60-градусной положительной дискринансе? Это положительная, потому что она создаёт напряжение, растяжение в связи свободного вертуса, что означает самая процедура. Так вот, теперь из таких вот пятизвенных и семидвенных колец можно составить границы разгиба. Границы всего этого или же просто-напросто вот такие границы разгиба без разориентации в этом самом фотографии и найти их дискринансионную составляющую. Потом, используя формулу, о которой я говорил, можно определить яркую такими границами. Её можно, конечно, рассчитать. И это функционалов годности, потратить массу машинного времени. Можно рассчитать методы морепулярной динамики, если мы имеем хороший потенциал, он не работает, но можно с помощью конституционного подхода. Здесь вот приведены энергии на различные границы, посчитанные на 11 трех границ. Но оказывается, что разные границы имеют естественно разную энергию. Некоторые из таких границ наблюдаются. Ну и последнее я тоже пропущу. Сейчас вот перейду к этим самым псевдографенам. Псевдографены могут быть со стороны из пристыкованных друг другу границ. И вот первая такая модель, так называемая онфографена, то есть пентагонский пентагонографен, описанная в 2015 году. Вот так вот она будет. Свойства такого объекта были рассчитаны. В частности, в зонных структурах. Идеи там можно и считать и поножные моды. Вот. Мы для этого уже продолжили направление. Провели исследования различных псевдографенов. Их классифицировали и предложили дисконксортные модели. После этого посчитали энергию, приходящуюся на атомы, по отношению с графенами. Вот этот самый патографен и другие объекты. Вот один из них, из этих самых объектов, которые мы рассчитывали, пользуется. Вот видите, я покажу еще темную структуру. Интересно, что графен, значит, вот он полуметал. И мы начинаем вводить. У нас тоже, оказывается, полный металл. Потом некоторые из них начинают обладать металлическими свойствами. Но это дифтик. То есть, в основном, плотность расчета. Насколько можно доверять. Не верю сказать. Да. Но важно, что даже мы можем перейти к случаю, когда у нас возникает запрещенный зуб при определенном расположении эффектов. Ну и последнее, что я хотел сказать, это первое экспериментальное наблюдение, тем самым псевдогонимом. То есть удалось синтезировать достаточно крупные объекты, обладающие с такой периодическим расположением эффектов. И теперь важно попытаться их там пойменить. Что значит достаточно крупные? Что значит достаточно крупные? Достаточно крупные объекты. Протяженные в этом направлении лентами. И шириной, соответственно, вот здесь вот она. Шесть, девять или двенадцать лиц. Больше не получается. Листы пока что не получены. Но вот это с такой характерной периодичной структурой получено было впервые и год, соответственно, 21-го. А делается химическим путем. Видите, исходный материал был, так называемый, шесть. Это содержит атомы, соответственно, кублерода, водорода. То есть важным здесь является вот эта периодичность. Потому что отдельные такие куски с хаотично расположенными кольцами их получают. Ну, здесь вот показаны некоторые публикации, которые мы за долгие годы еще несколько описали. Ну и важно в заключение хочу сказать, что на самом деле вот эта концепция дефектов, она будет применением в самых различных областях. То есть и в математике, то есть все это связано с дефекциальной геометрией. На самом деле эспинация издревляет кристаллы. Апология, о чем мы говорим, ну вот эта та самая лента Мюбелса. Ничего иного. Отлично. Эспинация кинетологии, сидящие в поясе. Вот. Ну и физических применений достаточно много. Я сейчас не обвиняю нам уже кристаллу и хирурги, запазы превращений. Общие долгие теории. Что вот туда пришел Андреев, то там там, 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 хорошо вопрос с ним. То есть обсуждали. То есть обсуждали с ним. Ну и делали. То есть вот вы видите, чтобы сделать нам пятизвентных колец. Известно, что там должно быть определенное количество пятизвентных колец. А именно двенадцать. Двенадцать. Иначе вновь вполне меньше то же самое. Чистосвентные пятизвенты и пятизвенты. Так вот спрашивается, какую роль эти пятизвентные кольца играют в эту самую пятизвентную колец. Проходится это через какое-то там общение с окружающими делами. То есть это все интересно посмотреть. Ну и предлагали с моделями для сокращения высших шестивалей. Для изучения консультации. Я заканчиваю. Спасибо большое. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Для меня. Но с другой стороны антикловано. Дальше. Вот. Я заканчиваю. Рассматриваем другое. Говорим следующее, что экзонированная дистанция, она вот частички обычного листала, размера больше, скажем, 10 нанометров, не будет ей возмущенствовать. Да, вот это такое, потому что связано только с электронбольным ключом. Если мы посчитаем электронболь, потом приходящийся на один атом в такой системе, то получим полосарженную чину, которая не выдерживает. Но там есть другой пункт, на котором я остановился. Можно делать положительные и отрицательные дистанции. Плюс-минус. Они вдруг компенсируют, а когда мы можем идти вперед. А это касалось просто одного дефекта. Ну и вообще там, извините, я сейчас отвечу на вопрос, потому что есть интересная речь. Смотрите, я не перевел такой слайд, время займом, что в кристалле, что у нас есть, ну вообще в четвертом пункте, есть межатонные взаимодействия. Межатонные взаимодействия, с одной стороны, нам потом дают параметры, а с другой стороны, оно дает бонус. То есть перевеличенный, это бездефектный материал. А теперь мы туда вводим дефект. Так вот, когда мы вводим дефект, сразу возникает сопротивление движения этого дефекта по кристаллу. Новая величина. Оно там называется результатный барьер-пайллс. Так вот теперь, если из этих различий бонус уже делить на напряжение в паскале тоже и умножить на постоянные шутки, мы получим новый характерный размер. Так вот, этот характерный размер находится в области, как раз в районе 100 мм. То есть, как бы, дефект генерирует новый характерный масштаб по кристаллу. И именно вот такое взаимодействие уже потом с разумными частицами. Вот можно ли это различные вещи? Их они не могут подать. Где-то лет десять назад Шопман из Файл. Чилл Ловерский Брейдерс. Мазокристаллы. Вы, как специалист по листинациям. Как относитесь? И как вы занимаетесь? В порядке микрона? Нет, нет, они больше даже. Это другое, другое. Это связано там, может быть, и с другой, например, кремией с этой самой укладкой и мазарикой. Пенрофт. Да, Пенрофт. Пенрофт. Да, вот. Но это объект такой. Это объект, заключается, как раз, он слышал очень интересный. Нет, он не используется. Это, как бы, отклонение или отхождение от догма кристаллограммии. Кристаллограммия была не догма, а то, что трансляционный кристалл может иметь оси симметрии какого-то второго, третьего, шестого, порядка всего. И нулевого. А шестман открыл, что там могут быть и десятого, и седьмого. Я спрашиваю, почему-то. Потому что, на самом деле, все, нам нужно вот это долго убрать, что у нас элементарная ячейка не одна, а, скажем, период. Различные. И вот укладку двух элементарных ячейк можно уложить так, что потом их дефекционная картина, то есть они не обладают секционной периодичностью, да, а их дефекционная картина будет давать нам четкие эти самые пятна. Вот симметрии там пятого, десятого порядка не будет. Вот это просто отклонение от того, что считалось, раньше считалось, что мы должны только брать элементарную черепу одну и ее отсутствие. Там практически нет проигрыша МВД. Да, нет. Потому что… Восьминадцатый. Восьминадцатый. Восьминадцатый, да, да. Но там проигрыш в другом. Проигрыш в отсутствии вот этой дефекционной симметрии, которая позволяет хорошо деформировать эти самые квадрокристаллы. Их потом мы получали много. И было… Я уже застал, когда их открыли, во-первых, когда были пули, и когда их там активно изучали, и дефекты тоже изучали. Но оказалось, что их там физические свойства не так хороши. Ну… Хорошо. Продолжение следует. Спасибо большое, Става. Спасибо. Следующий разводительный выпуск Владислав Шаров. Вот, как мы сказали, Владислав в 2020 году выиграл, стал победителем конкурса молодых ученых в Крым. И вот по традиции школы, те, кто побежали в этом конкурсе, вот их приглашают сделать этот класс. То есть, что он представил, я выжил. Да, коллеги, добрый вечер. Благодарю программный комитет за представленную возможность сделать доклад. Спасибо. Тематика доклада предъявлена на слайде. Преклад посвящен дефекционным объектам, который бронюбовый пателин, который нам написал. Эта тематика находится несколько сбоку от основной тематики школы. В то же время несколько перекликается с тематикой предъявленного доклада. Столько тоже. Речь пойдет про другие свойства фронтных тел, хотя гораздо более популярным языком. Я представляю лабораторию оптики поверхности физико-летнического института. Заряжание доклада предъявленного слайда. Первая часть доклада такая поступительная. Я расскажу про наших электросветов, удивительных кристаллов. Напомню про механизм и синтеза, ключевые свойства и применение. Более подробно остановлюсь на механических свойствах и прочности. Далее расскажу про деформационные эффекты, которые возникают в удивительных кристаллах. Иными словами, как можно с помощью региформации изменять физические свойства каких-то кристаллов, а именно реанисенсию, спектриконтенционного рассеяния, фотомолитические свойства и проводимость. Ну, начну с вводной части. Значит, негидно-кристаллы или МК. Под этим термином сегодня в литературе чаще всего понимаются в плате одномерного структуры, которые характеризуются, с одной стороны, высоким аспектным отношением, то есть отношением к латеральным размерам, ну, условно, от 10 до 100. И, с другой стороны, характеризуются также латеральными размерами, которые не превышают один микро, чаще всего находятся в диапазоне от 10 до 200 мм. Что касается механизмов синтеза таких кристаллов, самым распространенным механизмом эпидекса является механизм паза из кристаллов. Он заключается в следующем. На ростовой положке уносится металлический слой, потом температура повышается, слой преобразуется в массив джетти камеры, далее включаются ростовые потоки, атомы тем или иным способом попадают в капли, либо напрямую из газовой пазлы, либо деподируют по поверхности подложки, и капли выступают катализаторами роста. То есть в них образуется пересыщенный росток, и полупроводниковый материал кристаллируется под поверхностью капли. В результате происходит вертикальный рост кристаллов, который оказывается более эффективным, чем рост в тех местах положки или капель нет. В результате получается такой вертикальный массив кристаллов, напоминающийся лес. Этот механизм роста известен уже более полувека, но интерес к исследованию метанокристаллов возрос за прошедшие 20 лет. Это связано с развитием технологии роста и характеризацией. Сейчас можно получать, во-первых, упорядоченные массивные метанокристаллы с контролируемой пространственной плотностью и упорядоченным расположением. Кроме того, очень хорошо можно контролировать дисперсию морфологических свойств ВНК, то есть в пределах данного массива, и получать практически незначимые по длине и диаметрам пристава. Кроме того, в ВНК можно воплощать аксиальные и радиальные гетероструктуры по аналогии с планами проводниковой технологии и в результате воплощать в геометрии идеи у проводниковых устройств, таких как оптоэлектроника, светодиод, лазер, источники геометрии, потронов, также солнечные элементы и волноводами. Квазиодномерная геометрия ВНК приводит к заявлению ряда уникальных свойств, которые, собственно, делают их перспективными в качестве строительных блоков для проводниковых устройств следующего поколения. Эти физические свойства и связанные с ними новые технологические возможности, которые именно на слайде. Во-первых, к каким возможностям относятся возможности передефектного роста материалов ВВ-5 непосредственно на премьерных подложках, невзирая на источное расстояние материала ВВ-5 с гремием. В качестве примера приведен массив гетивидных антокристаллов и выращенный на гремий. Напомню, что расстояние геморщика с гремием более 10%. То есть понятно, что синтезировать плонарный слой геморщика на толщины без сбрасывания дислогазных совместций будет невозможно. Кроме того, в форме НМК материалы ВВ-5 могут быть получены не только в типичной для них фолиридной кубической кристаллической базе, но и в верцитной, которая является на нем неустойчивой. Появляется целый новый класс материалов. ВВ-5 это вероцитный А3В-5. И свойства в этих материалах могут очень сильно отличаться от их фолиридных аналогов. В качестве примера можно привести курифцидный пасфикалия, который является, ну, идет дискуссия еще, он является либо прямозомным, либо терапрямозомным. В отличие от фолиридного пасфикалия, который является непрямозомным материалом. Можно комбинировать различные кристаллические фазы в пределах одного кристалла, таким образом получать новый тип гетероструктуры. Гетероструктуры, основанные на комбинации кристаллических фаз. В предельном случае можно взять монослой одной кристаллической фазы, с другой, и получить новый тип квантовой точки, квантовая точка кристаллической фазы. Такие гетероструктуры по определению характеризуются такой особенностью, как атомарно-резкий интерфейс. Наконец, третья особенность МНК, которая непосредственно связана с тематикой доклада, заключается в повышенной механической прочности. Вообще, повышенная прочности характерна для всех квазиодномерных объектов, не только полупродниковых, но и металлических. Она является своим средством высокого отношения к поверхности копьемов. Про МНК известно, что их можно получать по деформации до 15% без разрушения кристаллов. Ну и с учетом модуля Юнга, который, как правило, варьируется в материалах метрооскалинга паскалинга, можно оценить силу и напряжений 20-30 гигапаскалинга. Это на порядок, или даже более чем на порядок, превосходит критический уровень информации напряжений, которые могут быть достигнуты в планарных объектов без их разрушения. Ну и, собственно, почему это важно? Это важно, потому что с помощью круга деформаций можно изменять симметрию полупродниковых вставок, следовательно, изменять его зону и структуру, оптические и электронные свойства. То есть, иными словами, круги деформации — это как новая степень свободы, контроля физических свойств полупродниковых и полупродниковых устройств. И эта стратегия контроля свойств полупродниковых через деформации давно известна, она применяется уже в лазерной физике минимума в 70-х годах, но важно, что в форме МНК эта стратегия может выйти на количественно новый уровень за счет приложения гораздо больше по значению деформации. Что касается экспериментальных методов исследования деформации МНК, я хотел бы рассказать про пару работ, только это было сделано напрямую. Например, в этой работе исследовалась механическая прочность МНК-кремния. Для этого они были с торцов скреплены в некий микромеханический зажим, который далее контролируемо двигался, растягивал кристалл и было померено, что кристалл происходит в разрушении при деформации около 15%. Это то, что касается кристаллов, которые получены эпидексиально, то есть снизу вверх. Также такие кристаллы можно получать сверху вниз, то есть путем селективного отравления огненного материала. В этом случае кристаллы также показали механическую прочность, повышенную по отношению к планарным слоям в порядка 4%, но существенно ниже, чем прочность эпидексиально. То есть отсюда следует, что прочность вот этих кристаллов, она является прямым средством геометрии, в то же время они не унаследовали от своей материнской структуры, они унаследовали кристалл, которые уменьшают их проще. В то время как эпидексиальные кристаллы, по-видимому, как раз таковыми, что единственным эффектом является их поверхность, как следует из предыдущего доклада. Также хотел бы рассказать про вот такую структуру. В ней МНК был тоже зажат с торцов некий микромеханический зажим, который располагался на гибкой подложке. И, деформируя подложку, выгулку или вогнутым способом, можно тоже создавать контролируемую деформацию одного ствола не только растяжением, но и сжатием этого кристалла. Также еще одним методом создания деформации МНК является создание деформации с помощью атомной силового микроскопа. Этот метод мы развиваем конкретно в нашей мощной группе. Ну, про данную силовую микроскопию вчера подробно рассказывал Михаил Сергеевич Маневский. Я остановился не буду. Напомню только, что там важно, что есть зонд в виде креневой иглы с наноразмерным острием. И этот зонд можно позиционировать с нанометровой точностью. То есть он может выступать в качестве наноманипулятора. Поэтому можно создавать механический контакт зонда к одиночному индивидууму нанокристаллу и различными способами индуцировать деформацию этого кристалла. То есть в качестве примера я бы хотел показать три схемы, в которых можно реализовать такие деформации. из первых длинного кристалла можно оттереть от ладошки на какую-то вспомогательную поверхность. И далее изогнуть его зондом. Ну, путем простого движения зонда как наноманипулятор. Оказывается, что при достаточной длине ННК после удаления зонда они остаются, лежали в просто напряженном положении. поскольку упругая энергия, которая в них создается, она полностью равнонарешивается силами вандервальса с подложкой. Таким образом можно получать любые формы, какие мы хотим, в том числе даже сворачивать ННК в кольцо. И, кроме того, можно стыковать несколько кристаллов и создавать в них какие-то структуры. Вот. Кроме того, возможно также деформировать одиночный кристалл, вертикальный, неотделенный от ростовой подошки. Для этого, значит, мы используем зондрист такой специальной геометрии острия, которая строит собой какую-то пирамиду, которая выращена на двух аксиальных цилиндрах. И для удобства этих экспериментов мы пирамиду удаляем. Ну, то есть обламывая из варитин. И далее мы можем поверхностью вот этого цилиндра сформировать контакт боковой поверхности, видом нанокристалла. После чего мы можем смещением зонда вызвать деформацию изгиба этого кристалла. Либо смещением зонда по оси Z мы можем выставить деформацию одноосного сжания кристалла. Кроме того, мы можем взять проводящий зонд, зонд покрытия проводящий с покрытием, и использовать его как электрод. При этом вторым электродом может поступать высоколегированная ростовая подошка. То есть для зонда с землём подошке можно подать напряжение, можно регистрировать ток, протекающий по схеме, и записывать вольтоперные характеристики культивенного нанокристалла в зависимости от уровня деформации. Вот это то, что касалось введения и металлогической части. Теперь я хотела перейти непосредственно к деформационным эффектам. Прежде всего, хотела рассказать про влияние деформации на проталюминисценцию НКР и Синдегария. Результаты, которые они показывали, были получены коллегами в Айденции. Они исследовали осинегаревые НКР сначала в солевидной фазе, а потом в усыгной фазе. Исследовали на вот этой спорте, о которой я уже сказал. Значит, на этом слайде показан спектр проталюминисценции, и спектра комбинационного рассеяния с фаллиритного НКР Синдегария в зависимости от уровня деформации. Ну, что касается спектра комбинационного рассеяния, можно обратить внимание на то, что поперечная энергетическая мода линейно споряется в зависимости от деформации. В синюю область больших энергий при сжатии и в область меньших энергий при растяжении. Что касается спектра проталюминисценции, здесь гораздо более ярко выраженный эффект, который заключается в том, что в отсутствии деформации пик проталюминисценции находится на отметке полтора витра мульта, это низкотемпературная проталюминисценция, и при растяжении кристалла, здесь у меня растяжение порядка трех процентов, этот пик смещается в красную область, точнее в область меньших энергий, где-то до отметки 1,3 литмогольта. Также какая-то эволюция спектра тоже наблюдается в области, которая соответствует сжатия кристалла, но тут эффект не настолько яркий. Чем обстоит такой эффект? Слева появлена зона спектура филоритного синдегалия, видно, что одно зонопроводимость вот на другом состоянии, а остальные состояния зонопроводимости можно не учитывать, они находятся очень далеко, и возможны, значит, излучающие переходы из зонопроводимости в зону этих дырок и в зону тяжелых дырок. Теперь известно, что, точнее, Парисонтеппу проведен насчет, который показал, что при деформации растяжения дно зонопроводимости смещается вниз по энергии, относительно уровня вакуума. В то же время, зона тяжелых дырок поднимается, наоборот, вверх, и зона легких дырок также немного смещается. Ну, в общем, оказывается, что оказывается, что величина запрещенной зоны снижается при растяжении. Что мы и наблюдаем спектр униссенции. Вот здесь, кстати, все спектры нормированы и мы подписали на себя, однако из анализа соотношение СМСУ, международное дело в том, что амплитуда этих спектр она не сильно меняется в зависимости от информации, ну, не на порядке, во всяком случае. Ну, отсюда главный вывод следует такой, что с помощью кубики информации можно управлять с фатрулимиэссенцией с фолиридного арцинитогалия в диапазоне где-то нескольких сотен миллилитров вольт. А что касается фолиридного арцинитогалия, там наблюдается другой эффект. Там одновременно с двигом фатрулимиэссенции при растяжении кристаллов в красную область наблюдается также существенная модуляция с синусом фатрулимиэссенции. То есть фатрулимиэссенция возрастает при растяжении кристалла и падает в ноль при его сжатии. Кроме того, здесь были проведены поляризационные измерения двух разных поляризаций и в продольной поляризации здесь наблюдаются два пика, которые соответствуют переход в зону тяжелых дырок. Ну, это в общем и так сейчас. Здесь для анализа как бы модуляции интенсивности фатрулимиэссенции предлагается вот такая зонная структура. Тоже здесь видно, что в вирусидном расстегале, в отличие от сфоревидного, зона проводимости устроена несколько сложнее. Там есть состояние гомо-7С и гомо-8С, которые разделяют небольшим энергетическим зазором, и они имеют разные правила отбора по фатрулимиэссенции. То есть, из зоны гомо-7 возможны переходы из зоны легких дырок до тяжелых дырок, из зоны гомо-8 возможен только переход в зону тяжелых дырок, и этот переход возможен только при поляризации интерпендикулярной оси ННК. Такой переход является слабоэффективным процессом, на самом деле. то есть, грубо говоря, вот эту зону гомо-8, мы можем назвать темной. А зону гомо-7 светлой. Зону оказывается, что при деформации кристалла, эти две зоны, они ведут себя по-разному. Светлая зона, она опускается вниз по энергии, при растяжении кристалла, а темная зона занимается наверх. таким образом, все электроны оказываются в светлой зоне, с чего интенсивность водолемисценции возрастает. При сжатии наблюдается противоположная ситуация, темная зона оказывается ниже по энергии, там оказываются все электроны, и водолемисценция оказывается подавленная. Отсюда следует вывод, что с помощью деформации можно управлять не только длиной волны, но и при условии герцидной кристаллической фазы, ну и модулировать амплектуру, точнее, интенсивность по консистенции на порядке. Далее я хотел бы рассмотреть влияние деформации на спектре компенсационного рассеяния на примере МНК свитогайбера. Эти результаты и все следующие были получены в нашей группе. Здесь мы исследовали анокристаллы, которые обладали длиной в 17-75 микрометрах. Они были перенесены на располагательную подложку, и в них были созданы деформации изгиба с помощью зондарного микроскопа. Этот процесс контролировался фактический микроскоп в реальном времени, и вот показана фотография такого процесса. Вот здесь показан зонд. Он на самом деле ломается, сохранился, но этот сохранился. Да, я переключу. Сейчас я чуть позже отвечу. Мы можем оценить уровень деформации. Если мы просканируем ISM по графику кристаллам, деформация эпсилонг R на R где R малая это радиус NK, а R это радиус кривизм. R определяется напрямую из ISM определяется H, а радиус кривизм определяется по форуму или спеценциальной нейтрисной параметризуемой NK по этой длине. И получилось следующее. Дальше расскажем про вот эти два конкретных кристалла, которые отличаются, можно сказать, только идеально, друг от друга. И в них были получены такие распространения деформации. в них получилось создать деформацию до 5%. По видимому, максимальная деформация, которая может создать разрушение, она где-то порядка 7%. то есть я, грубо говоря, еще один кристалл аналогичным образом деформировал, а потом подвинул зонт еще буквально на какие-то десятки нанометров, и произошло разрушение аналогичного кристалла в этой области. Далее что мы сделали? Мы исследовали спектры конденционного рассеяния, мы картировали пространственное мы осуществили пространственное картирование спектра конденционного рассеяния, таких ННК. Для накачки был использован зеленый ватт 302 нанометра, который был сфиксирован в спектно с поверящим размером около 300 нанометров. На этом слайде показаны спектры полученные по длине ННК. То есть они пронумерованы, может быть не видно, поэтому в этих точках показаны точках и это точка? Вот это? Это здесь. А это здесь. Здесь на самом деле нарисованы кружочки. То есть от области, в которой нет информации, движемся вот в область, где деформация максимальная, соответствует вот этой части графика. И потом ее проходим, движемся туда, где деформация опять отсутствует. это сделано в двух поляризациях для двух вот этих проводов. То есть поляризации такие, что накачка и рассеянный свет поляризованы либо горизонтально, ну, соответствует точнее, X на результате, либо вертикально. То есть это соответствует поляризации в области максимальной информации либо по вине ННК, либо перпендикулярно. Вот. Мы видим, что в отсутствии деформации спектр, ну, он согласуется с теоретомными данными вот в Северугале, в нем есть поперечная оптическая мода и продольная оптическая мода. А в регионах, где присутствуют существенные деформации, мы видим довольно-таки погас спектральных явлений, которые зависят от диаметра ННК и от поляризации. И, более того, дальше мы сделали еще следующее. Мы прошли одномерным профилем вдоль вот этой линии, вот так. То есть мы картировали комбинационное рассеяние в зависимости от взаимного расположения восклижающего обучка и повлечь окне оптической деформации, при определенной геометрии кристалла, мы видим некоторую эволюцию спектра в зависимости от взаимного Кроме того, мы видим расщепление спектра на две или на три моды. На этом слайде у меня прорезюнированы все эффекты, которые мы наблюдаем. То есть в отсутствии деформации спектра, в отсутствии литературы, в отсутствии деформации можно выделить три основных эффекта. В зависимости от диаметра ННК, поляризации и положения выпущения. Можно наблюдать либо, точнее, мы наблюдаем либо эффект уширения моды ТО, мы дальше анализируем моду ТО, потому что она наиболее интенсивна. Эффект уширения ТО моды от изогнутого ННК, он известен по литературе. Он укладывается в существующую теорию, поскольку известно, что деформация, растяжение, она приводит к смещению фаномных мод в сторону меньших энергий. Деформация сжатия приводит к смещению фаномных мод в сторону больших энергий. И поскольку в изогнутом на проводе деформация распределена линейно, сжатие, растяжение все вместе, с учетом конволюции с пятном, с гаосовым пучком, накачки, оно дает уширенную картину. Так что этот эффект вполне согласен с литературой. Но вот эти два эффекта, они являются новыми, в литературе не описаны, и, на первый взгляд, могут показаться нескольким контуитивными. Для их объяснения мы используем такую модель. Из литературы известно, что интенсивность комбинационного рассеяния от сувидного монокристалла, она равна квадрату, значит, равна с фунт-тензора, который умножен на вот эти проявляционные вектора, еще это все умноженное на интенсивность головы, но отличие от обычной подложки заключается в наличии этого коэффициента усиления, который в теоретических работах показан, что его можно представить в виде отношения интенсивности. Иными словами, интенсивность электрического поля, внутреннее распределение электрического поля, может влиять на форму, точнее, на интенсивность равновского спектра вот какой-то локальной области, внутри НМК. И мы предложили такую модель, что мы не знаем, как у нас распределены дефицитации, не знаем, что они распределены линейно. Далее мы разбиваем НМК на много секторов. В каждом секторе равновский спектр определяется суммой двух пунктов, положение которого определяется от информации, интенсивность, взвешенно, в соответствии с этой формулой, с чего-то с теми электрического поля. Потом все это еще сворачивалось полностью с инстинкцией Гаусса. И вот такая модель, да, и распределение электрического поля для этого мы отдельно смоделировали в консолях. И оказалось, что такая модель, в общем, воспроизводит все экспериментальные эффекты, которые мы наблюдаем. То есть она воспроизводит как уширение, так и тайное тренировое ощупление. И отсюда следует, что форма равновского спектра в изломках НМК в первую очередь определяется неоднородной локализацией электрического поля. И кроме того, это следует, что характером локализации можно управлять, меняя расположение возбуждения относительно на границе НМК. Теперь я хотел бы поговорить, да, ну какой можно сделать вывод по вот этому разделу. Ну, вывод заключается в том, что на самом деле при наличии других информаций неоднородных равновесный спектр является как бы отпечатком воспроизведения поля. То есть количество пиков в спектре можно сопоставить с количеством максимумов воспроизведений поля. Таким образом, если решить обратную задачу, то можно найти распроизведение поля в активном анокристалле. А для такой задачи экспериментальный метод, по сути, отсутствует сейчас, ввиду наноразмерных масштабов таких приставок. Теперь я хотел бы поговорить про фотоэлектрические свойства, но про желтых НМК РСИДА-ГАРИК. Мы исследовали эфироцитные НМК, которые были выращены на гремени. И такие структуры как бы рассматривались на роль сообщих элементов, поскольку замена планарного А3П5-материала на ВИСКЕРы позволяет экономить дорогой материал А3П5, при этом осуществляет рост на экономичной кремовой катушке. Поэтому мы исследовали вольтоперные характеристики других НМК, которые были получены в зависимости от степени осевого сжатия. Осевого сжатия создавалась в доме на основном микроскопе. Мы обнаружили, что, да, здесь показана серия вольтоперных характеристик, и из нее следует, что напряжение хвостового хода и токового возникания уменьшаются при увеличении степени изжатия. Для объяснения этого эффекта мы смоделировали скульптуру в пакете Сильвака. Мы считывали то, что на самом деле рост начинается с кристалла с фолеритной фазы. У нас в модели кристалл освещался светом в лазерах, тоже как в эксперименте. Было сформировано два электрических контакта к подложке, аммерческий контакт, и парьер шовки между каталитической каплей и верхним сегментом. И ключевым является учет информационных эффектов, пьезоэлектрической парализации и тензорезистивного эффекта. То есть пьезоэлектрическая парализация заключается в том, что мы вводим заряды на границах напряженных слоев, а тензорезистивный эффект заключается в том, что мы модифицируем зонные параметры, ключевые хромы, электроны ССКО, в зависимости от уровня деформации. Оказалось, что чтобы такая модель описывала адекватный эксперимент, необходимо ввести пьезоэлектрические заряды порядка 10-12. И с учетом этих деформационных эффектов модель хорошо описала эксперимент. То есть красная кривая без лишнего деформации, она предсказывает за вес эксперимента и предсказывает даже другой знак МОДС. А черная кривая хорошо вложится на экспериментаре. И этот рисунок без внешней деформации. Могу учитывать ростовую деформацию между МНК и подложкой. То есть деформацию базы МНК. Картинка справа показывает модель присутствия внешней деформации. Ну и она тоже хорошо вложится на экспериментаре. То есть объяснение заключается в том, что при деформации меняется баланс между барьером шотки, между золотой каплей и верхним портцом кристаллом, и амическим контактом, точнее и кетеробарьером астроникалия кремль. И в результате меняется полярность суммарного фототопа. То есть в результате деформация на интерфейсе астроникалия кремль преобладает верующие фототопа, то в другом интерфейсе преобладает рекламный. То есть в результате деформации ситуация переворачивается. И это приводит к изменению полярности фототедекс. Единственное, что мы, конечно, хотели бы, чтобы деформация увеличивала эффективность фототопреобразования кристалла, а не уменьшала. А в нашем случае она уменьшает. Поэтому мы рассмотрели теоретически эти хайм, дизайн собственных элементов, которые состоят из полиэтиллического стендеграя. То есть у них есть P+, P и N+, часть. Мы рассмотрели различные комбинации кристаллических структур. И как можно первая характеристика в структурах меняется в зависимости от уровня деформации. И оказалось, что при определенной комбинации кристаллических структур у нас наблюдается увеличение деформации. У нас наблюдается увеличение эффективности фототопреобразования вплоть до 6%. Вот для этого нужно взять N-типы гиперцидные и P-типы гиперцидные. Теперь хотел бы рассказать про еще одно же исследование, которое заключается в управлении проводимостью N-ка Арсенита, Индия, Галлия с помощью деформации. Известно, что проводимость N-ка поделяется поверхностными явлениями, то есть положение поверхностного закрепления уровня фермы. И тройное соединение Арсенита, Индия, Галлия интересна тем, что в зависимости от забежания Индия, это положение уровня фермы может быть как в центре запрещенной зоны в случае чистого Арсенита, Галлия, так и в зоне проводимости в случае чистого Арсенита, Индия. В случае забежания Индия около 80%, поверхность уровня фермы оказывается в запрещенной зоне, вблизи зоны проводимости. Как я уже говорил раньше, растяжение кристалла приводит к смещению вниз до зоны проводимости. Следовательно, при растяжении вот такой вот структуры уровень фермы может оказаться в зоне проводимости, ввиду смещения дна запрещенной зоны ниже его положения. И этот процесс должен сопровождаться резким ростом проводимости. То есть, иными словами, в такой структуре можно предложить механизм управления проводимостью, который основан на одного основного круга достижения структуры. И инструмент, который мы поставили, был посвящен проверке этой идеи. Мы исследовали НК Синди-Идиагалли с различными совершениям. Индия от 70% до 100%. Мы их, такие НК, деформировали сандом от анонсела микросклома. То есть, с помощью латерального смещения зона мы создавали изгибные деформации. Уровень деформации мы снили в консоли. У нас был некий разброс по диаметрам НК в пределах нашего образца. Поэтому получился также разброс по уровню деформации. Ну, в среднем получилось, что максимальное... Получилось, что в среднем уровень их деформации в основании НК составляет 4%. И линейно падает от основания до точки контакта с андом. Здесь плюс вопрос. Отлично. Тут еще необходимо сделать ремарку, что у нас образцы были неоднородные по составу. И содержание Индии увеличивалось от основания НК, как выдерживали, если будем данные ЕДЭЦ. То есть, мы дали код X, мы будем понимать содержание Индия в точке контакта с андомом. Вот, что у нас получилось? В левой части показаны вольтоперные характеристики ННК в зависимости от содержания Индия в отсутствии деформации, ну, или, во всяком случае, при минимальной деформации, потому что полностью отсутствую деформацию мы, наверное, не можем осуществить. То есть, ну, запись ВАК, не деформирование как у НК. Ну, во всяком случае, при минимальной деформации получились все-таки привыкли. То есть, видно, что при содержании Индии 70% в лавиимом уровнеферме находится в запрещенной названии НК полностью беднек. Из-за этого, поэтому ток практически отсутствует. То есть, 10 пикоампер ток. При повышении содержания Индия до 80% ток уже растет до нескольких ампер, при повышении содержания Индии до 85% еще растет. И, наконец, в чистом университете мы наблюдаем аммическую проводимость. При деформации Индия был установлен, что можно бедные характеристики по-разному эволюционируют для образцов с различными страницами Индии. Ключевая разница наблюдается при увеличении содержания Индия с 80% до 85%. В первом случае, когда Индия 80%, растяжение НК не приводит к существенному изменению в лавиимомерной характеристики. В случае, когда Индия 85%, аналогичный уровень деформации приводит к росту прямого тока на три порядка величины и изменению характера проводимости взглядного аммического. Мы обещаем это образованием поверхностного канала амической проводимости на растянутой части кристалла, к которой как раз-таки и сформирован контакт с зоной. То есть, в отсутствии деформации у нас верхняя часть обладает аммическим каналом проводимости, потому что здесь больше люди, а основание НК является объединенным. При деформации канал проводимости распространяется на всю длину НК. На основе этой структуры можно приложить тензорезистор с рекордным коэффициентом газочистительности, потому что ток вырастает на отличный порядок величины. На самом деле все. Вывод представлен на слайде. Я хотел просто ответить на вопрос, насколько эффективно можно управлять свойствами тивильных канонокристаллов с помощью деформации. Оказывается, что можно управлять достаточно эффективно, то есть можно управлять фотоалуминесценцией в пределах сотен мэр, если говорить про арсенегалия, и менять им интенсивность на порядке, если использовать курсивный арсенегалия. Кроме того, деформации позволяют определять внутреннее распределение поля при оптической накачке НК. Можно предложить дизайн сложных элементов, антивильных нано-присталлов, в которых деформации будут инфицировать увеличение эффективности фотоопрообразований. И кроме того, конкретно в кристаллах арсенегалия можно осуществлять увеличение проводимости на 3-4 порядка с помощью других растек. Все, всем большое внимание. Спасибо, вопрос Альбом. Первый вопрос. Мерите ли вы, меряете силы, когда вы этим своим, зато манипулируете, например, у вас жить на поверхности? Первая часть показывает безумный, когда вот. Альбом. Можете ли вы силы, меряете, в ваших приборах, они позволяют? Ответ такой. Мы, в принципе, можем измерять все взаимодействие резонда с поверхностью, да, поскольку мы, ну, знаем... Да, я, ну, смотрите, ответ, ответ, наверное, такой. Если попробовать, то можно поставить аккуратный инструмент, в котором можно будет измерить такую силу. Но тут необходимо контролировать много параметров. Я вам скажу, что вы, меряете, я вам подробно скажу. А, да. То есть, пример, латерарий из этих заданий, да? Нет, нет, там ставится резонарка, и, ну, это ставится резонарка. Резонарка. То есть, и участок, и можно... То есть, вот, ладно, а второй вопрос, я думаю, что у вас какая-то методика есть, например, не только из них, но и... Привожную силу. Тогда можно три. Да, я поверхность. Я сначала не так. Хорошо, а второй вопрос, там, Коля, просто... Скажите, пожалуйста, вот, когда рамонское вращение рассказывается, ну, и про поле электрическое, да? Внутреннее. Вот как оно, откуда оно может быть? Поляризация или это что-то такое? Ну, это просто оптическая накачка, когда люди проникают в процессе, и там как-то теле распределяется, и... Да, мы считаем, что это... Такое переустреление поля, оно не вызывает информацию. Ну, ладно, прошу. Я не понял, какие поля были в расчете, потому что у меня это... То есть 1 ватт сфокусирован в пятно диаметром 300 нанометров, и эффективность когнационного рассеяния такова, что оно где-то на 2-3 варианта меньше, чем отражение этого света от кремния, более точно сейчас не будет с того. Скорее, у нас только не пробовали измерять поляризацию поляризации 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 поляризации. И второй вопрос, говоря о солнечных элементах, какая эффективная площадь покрытия? Мы пока что не пробовали измерять поляризацию поляризации. Те исследования, которые касаются поляризации, которые я показывал, уже наши коллеги с Ильиха, у них как раз-таки в поляризации измерялось в двух ключевых поляризациях, направленных в Толь и перпендикулярно в Ассировский кристалл. У нас пока что просто нет поляризацийных образцов, и исследований. То есть у нас есть галя, но он уже и так исследован. Мы хотим вырастить прямозонные исключения посреди галя, например, галя по самомусяк, и их исследовать. Когда мы их вырастим, мы будем мерить поляризацию при разных поляризациях. Что касается сложных элементов, то в статьях различных показано, что, значит, в чем преимущество использования галя-тибинных монокристаллов. У них сечение поглощения более чем на порядок и восходит в физическую площадь сечение. Поэтому можно без потери эффективности, теоретически можно создать солнечный элемент, в котором 3 процента или 1 процент площади, подложки заполнены кристаллами, и при этом не должно происходить потери эффективности относительно планарной солнечной галереи, которая основана в том же материале. Вот. Вопросы. 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 То есть, меняется вверх, а в том, как они стояли, вверх, значит, в вашей данной структуре, я сказал, что меняется частота монолога. Да, не такие поля, а, ну, все словно, вверх. Это вверх. А, вверх. 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 сделать проанализировать объекты, это направить ее так, чтобы она в области наибольшей информации была либо направлена конкретно в этой точке, либо направлена по длине НК, либо трепетикулярно. Это мы и сделали. И мы видим, что у нас происходят различные эффекты двух разных модернизаций. А теперь, касается первого замечания, да, я не спорю, что те эффекты, которые мы наблюдаем, вызваны деформацией. Из теории известно, что при растяжении структуры паномы моды встречаются в область меньших энергий и при сжатии структуры в область больших энергий. Но если не учитывать распределение поля, то мы никогда в такой системе не получим двойного расщепления. Мы только получим такой случай. Они просто не так, потому что когда вы, значит, не стремяется к форме структуры, у вас появляются новые глимания. Одно дело, когда у вас такая, действительно, да? Действенности нет. Да. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, это новая симметрия, но там информация 4%. Это не сильно отличается от других. Я, может, предлагаю вам еще. Я еще пользуюсь. Я готов согласиться, кстати, с этим замечанием, еще исходя из того, что, как видите, внимание, вот эти изрезанные спектры, они и уширенные от давлением, и они соответствуют более, как я понимаю, более толстым, так сказать, вот этим самым активитным структурам, где действительно возможны уже гораздо большие комбинации вот этих самых, как бы, деформаций, большего диспекта. Вы, знаете, видите более сложную структуру, а на более тонких, более простых, видите более простых. Тут, на самом деле, мне кажется, надо идти к более простому объяснению. А вот поля, я не зря вас спросил, какие они привлечения. Я уверен, что у вас получат какие-то нереалистические поля, из-за того, чтобы как-то нужно думать, что нереально существует. Но у меня, кстати, еще один вопрос есть. У вас там в самом конце был эффект, связанный с тем, что есть растяжение, и вот из-за этого растяжения образуются проводящие каналы. Но это как-то тоже противоречит каким-то, знаете, концептуальным каким-то представлениям. Вы можете хотя бы назвать механизм, который лежит в основе этого предположения? Да, что вот там растянули, так сказать, материал, и возникли проводящие каналы. Наоборот, бывает. А вот как бы так вот при уже снижении будет. Дислокация, если возникнет, такие, кстати, есть проводимые по дислокациям, но в реальности она пойдет вдоль, так сказать, на дислокации, вдоль пойдет нет. Нет. Образование проводящего канала происходит из-за того, что гнозом микробликости смещается вниз относительно уровня варкула, и у инферги оказывается в ней проводимость. Это еще подтверждается многими исследованиями, в которых, в том числе, это подтверждается исследованием зонной структуры синтеграя, который я показывал в первой части. Там тоже видно, что гнозом микробликости смещается быстро растяжением. Вот. А что касается полей, ну... А у нас еще есть приемы? Вообще у нас уже никто решит. Ну ладно, спасибо, Андрей Деоргиевич. Я предлагаю вам дарить этот парк. Спасибо. 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 Да, спасибо. Спасибо. Я все закончил. Ну, желательно 19 прийти, но это чуть дальнейше. Мы дожди. А месяц, в 19.30, в 19.40, составляется здесь. Продолжение следует...